Здесь находится в отеле огромная конюшня, конно-спортивный клуб Пегас. По дороге к конюшне мы зашли в музей казачества. Огромное спасибо Вере Николаевне, она провела такую потрясающую экскурсию. Коротко, интересно, захватывающе. Всем рекомендуем. Я понимаю, что не все любят музеи, особенно на отдыхе. Ну, на полчасика заглянуть рекомендуем. Да, рекомендуем. Здорово, очень здорово. Конюшня, а я понимаю толк в конюшнях, я вам скажу. Конюшня отличная, теплая. Лошадки каких только нет. И спортивные, и не очень, и четыре пони. Порядка сорока лошадей, представляете? Но наша цель сегодня была прокатиться не просто на лошадке, а прокатиться на настоящих русских санях с конно-спортивным клубом Пегас. Лошадка, снег пошел, прям красота. С одной стороны здорово, но с другой стороны, конечно, снимать видеокамеры во время снега, во время дождя практически невозможно. Зато русская сказка. Русская сказка. Русская сказка не только для нас, дорогие друзья, но и для вас. Потому что мы вам показываем, что, где и когда можно получить, где можно получить максимальное количество эмоций и удовольствия. Практически 100 километров от Москвы. Не надо садиться на самолет, ехать там куда-то в Шереметьево, сдавать всякие там ПЦР и так далее, как сейчас ныне за границу попасть очень сложно. Вот, смотрите. Лучше некоторых за границей. Удовольствие колоссальное. Мы просто... Алла была как... У нее что куртка была, а что она сама была? Красного цвета. Я такой же был. Щеки наши горели. Румянцам. Румянцам, да. Удовольствие. И заодно мы с вами, кстати, сейчас не просто катимся, а мы же с вами еще всю территорию. Вот сейчас всю огромную территорию парк-отеля видим. Здесь же еще есть аэропорт. Настоящий аэропорт. Летают спортивные самолетики. Этот аэропорт существовал еще во время Великой Отечественной войны. Он имеет истории. Но об этом не будем отвлекаться. У меня, кстати, есть фильм, снятый лет 5-6 назад в летнее время. Там я обо всем этом рассказываю. Ну, на всякий случай. А вдруг кого заинтересует такой момент, что настоящий аэропорт здесь есть. Мы снимали двумя видеокамерами. Большой видеокамерой. Маленькой видеокамерой. И даже я рискнул и снял дроном. Вот смотрите, вот эти съемки с помощью нашего католета. С помощью дрона. Он сейчас взлетит, но далеко не полетит, потому что лошадка его испугала. Сейчас она его увидит. Тут она бежит, уже ушки прижала. Смотрите. Вот. А сейчас он подлетит. Вот она. Ох, как она шарахнула. Скажут, что за птица такая диковинная. И побежала бегом. Ох, здорово. Ребята, здесь же можно не только покататься на санях. Здесь можно покататься верхом. Здесь можно получить уроки. Я вам адрес указал. Телефон указал. Звоните, пишите. Посмотрите в интернете. Можно покатать детишек на пони. Можно научиться верховой езде. Куча-куча всевозможных интересностей. Да вообще лошадка. Это же одно из самых прелестных животных на планете. Земля. Одно из самых умных. Мы получили удовольствие. И вам того же желаем.